что думаете мы в россии а нет мы все еще в дании копенгаген дания настолько счастливая страна что даже голуби никого не боятся рона и все закрыто мы пытаемся успеть только для наших подписчиков мы бежим чтобы вы смогли тоже посмотреть на смену караула всем сторону молодые пацанчики всем по 18 русские парни которые имеют гражданство служит в королевском полку ну и смотрите какая толпа толпа зевак которые хотят посмотреть на это наносить маски что следующее место куда мы поедем это норы бро что вы там интересного посмотрите с нами там есть красная площадь с вывеской на русском москвич еще там рядышком черная площадь с полосками очень красивое место что поехали ребята забавно еще факт про копенгагенская метро то что она без водителей тут видите для детей нарисованы контрольное управление и дети любят подходить сюда и играть как будто они машинисты ну а мы поедем дальше ну что вот мы и на норы бро донер небо шавуха шаурма ну что проголодались на норы бро самые дешевые кебабы в городе для сравнения тут вы можете получить такой вот пито за 20 крон в городе он будет стоить 30 ну что ребята пойдем поспрашиваем людей подправиться подправиться так сейчас сейчас так кстати как вам мои усы я бы подправила а тебе как-то не очень нужны сбриваем усы теперь мы переходим из красной площади в черную посмотрите какие красивые линии вот они подходят как bruистость но... это мы хорошо это Слушайте, смотрите, там парень кушает мороженое, надо спросить у него. Продолжение следует... Продолжение следует... Можете ли я вас спросить? Да, конечно. Я хочу спросить. Нет, просто спросите. Как вы любите мою муставь? О, это очень хорошо. Вы думаете, что в Дене́рке это популярное муставь? Не знаю. Конечно. Я не знаю. Я не такой фасшиный человек. Ты в Дене́рке? Да. Ты живешь здесь? В Норбро? Да. Я живу. Можете рассказать какие-то слова о Норбро? Это мультинациональное, мультикультуральное. Плоралистическое. Красное. Это несколько слов. Спасибо большое. Ну что, ребята, вот мы на Черной площади. И сейчас я хочу вам рассказать пару новостей. Света делает нам выжимку из датских новостей. Первая новость. Правительство выделило более полумиллиарда крон на улучшение инфраструктуры для велосипедов. В четверг молодой человек кашлял на полицейских. И за это его посадили на 4 месяца. Вот мы прошли Красную и Черную площадь. Сейчас мы находимся в зеленой зоне. И если вы обратите внимание, тут есть маленькие цифры. То есть каждое спортивное сооружение, каждое деревце, оно привезенное откуда-то. Точнее, какая-то страна инвестировала в это свою денежку. Допустим, Италия, Англия, Швейцария. С разных, с разных, с разных стран. Тут даже есть неоновая вывеска из Москвы. Вот, 99. Сейчас мы находимся на Красной площади. И вот та самая неоновая вывеска. Ну вот, как и сказал нам Элисей, та самая неоновая вывеска, на которой написано кириллицей Москвич. Развлечения датские. Один из самых моих любимых двориков. С таким прекраснейшим фонтанчиком и пиццей вот в том домике. Прекрасная водичка. Но, чтобы вы знали, в Копенгагене хоть и говорят, что воду пить можно из-под крана. Но в ней очень много кальция. Кальций что это значит? Это значит, что в ваших суставах будет откладываться он. И в старости будете хрустеть. Если мы зайдем вот сюда во двор. А мы сейчас это сделаем. Мы посмотрим на старые балкончики. Ну вот те самые балкончики. Обратите внимание, все сделано из дерева. Красота! И в камеру! оооооооооооооооооо Ахахахааа Субтитры создавал DimaTorzok